Всем привет, друзья! В предыдущей серии я рассказывал о том, как мы шли с Зерга Волхов, про особенности острова третьей очереди ЧС и, конечно же, мы посмотрели монструозные градирни. А в этой серии посмотрим пятый энергоблок и прилегающую к нему территорию. Он произвел на нас всех большое впечатление, так что присаживайтесь поудобнее, наливайте любимый напиток и начнем. Дерни осмотрели, идем к пятому энергоблоку. Это второй, самый интересный, самое интересное место на этом острове. Ну а после уже посмотрим, что здесь еще есть. Кстати, на этом острове также есть действующие предприятия, то есть здесь есть официальные работники, а остров сам по себе небольшой, поэтому очень осторожно здесь нужно ходить. Прямо по курсу, по ходу действующая металлобаза. Сейчас будем ее как-то обходить. Сегодня воскресенье, но мало ли. Можно до пятого. Пятый год. А мы можем сейчас пройти просто по зеленке. Да. Тут на этом острове, конечно, объектов различных. Просто до хренища. Куда ни наступи, везде где-то что-то есть и что-то лежит. На той вышке, возможно, камера есть. Нет, зума у меня нет. Не знаю, видно будет или нет. Там вышка и, возможно, там камера. К моему небольшому сожалению, видеоматериал получился немножко хуже, чем я планировал. Дело в том, что я хотел взять с собой две камеры. Соньку и GoPro. Но Соньку я забыл дома на зарядке. У Соньки хороший зум, и в этой ситуации я мог бы использовать ее как бинокль и посмотреть, есть там камеры или нет. Заодно показать вам. Но, к сожалению, весь материал снят исключительно на GoPro. Смотри, сколько этих хуя. Ём. Что это? Это... 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 Вон, строили градирню из них. Это, походу, вот это для второй градирни там лежит материал. Да, вот эти вот квадраты, из которых строили градирню. Охренеть, здесь... Здесь столько всего. Вот и завязывать. Вот почему надо смотреть под ноги и хорошая обувь. Реально пронесло. Нашли безопасную тропу. Сдвигаемся в сторону 5-го энергоблока. На вышке непонятно, были камеры или не были. Скорее всего, были, но непонятно, в какую сторону они направлены. И спалили или нас. Это... Мы не знаем и... Вряд ли узнаем. Но, надеюсь, что все будет хорошо. Пока нам везет. Прямо уже арку видно 4-го энергоблока. А мы все ищем путь к пятому. Ходим все ближе. И все опаснее становится ситуация. Непонятно, там какая-то вышка. Камеры там стоят или не камеры. Будем пытаться как-то пробежать к пятому. После этих пожаров камеры насыкали, блин, сейчас. Да, может и не только. Может просто безопасность усиливают. Но следы... Следы волчь, волка, да? Нехеровый такой кранчик. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, нам сюда все равно не надо дальше. Идем дальше. Судя по всему, это была действующая база металлистов. И нам, скорее всего, повезло. Потому что мы пришли туда в воскресенье. И, вероятно, в воскресенье у них был выходной. Так как мы не встретили там никого. Полагаю, если бы мы пришли туда в будний день, и они бы нас увидели, то сразу позвонили бы охране. И наше приключение на этом могло бы закончиться. А вот сейчас посмотрим. Какое-то здание большое перед пятым энергоблоком. Так третий, четвертый тоже же рядом. Попробуем сюда. Вот эта лестничная площадка, походу. Чертвертый, кажется, вызывать. Аккуратно смотри. Сталкерская, типа, комната. Да нет, у него свыше советский, мыснички. Да, это еще советский. Мне кажется, что это все-таки шестой энергоблок. Открываем машину из-за этого. У меня куда-то есть. Мне кажется, там есть вон проход справа и слева. Нужно там полонуть. Это соседняя стена. Тогда мы выходим же. Да что, ты веришь, я с ним тоже интересен. Стопудовый это шестой энергоблок. Это помещение какое-то охладительное с водой. У нас что-то есть химаши. Там могло быть что-то другое. Ну, в принципе. Мы идем в Болгарии. Дверь герметичная. А, нет, это... Это табличка двери. Это все-таки был не шестой энергоблок. Но в тот момент я об этом не знал. Среди нас не было специалистов по атомной энергетике и ЧЗО. И теоретическую информацию перед походом мы тоже никакую не изучали. Поэтому просто гуляли и делали какие-то свои предположения. Кстати, я до сих пор не знаю, что это за здание. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. А вот и пятый энергоблок. Подходим. Сейчас будем искать вход в него. Сейчас будем искать вход в него. Сидим, чилим под пятым энергоблоком. Фон повышенный, конечно. Но пока не критично. Учитывая, что мы здесь будем пару часов, в принципе, ничего страшного. Ну, 260, 250-260 прыгают. Да. Поехали. есть более мощный свет посвятить ну да куда жди с этого причем не один и и и и и и и Надо найти, да, лестницу наверх. Оно точно есть, а вот какая-то, смотрите, сейчас секунду посмотрит, что там сверху. Это, кстати, шахта реактора, может быть. Скорее всего, это она и есть. Нет. Здесь лестницы наверх нет. Сейчас. Давай. Да, такого вам на официальной экскурсии не покажут. Вот. Я на ней был и она мне не понравилась. Именно поэтому я сейчас здесь. Так, а что-то там было. Какие-то стержни торчат. Так. 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 Ну непонятно, что там сверху. Она жиденькая. Ну непонятно, что там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 поэтому надо сейчас отсюда побыстрее уже сваливать надо валить реально здесь сильно долго мы здесь в принципе уже все посмотрели основной на самом деле мы посмотрели процентов 10 5 энергоблока там еще смотреть и смотреть например можно было спуститься вниз где затопленный фундамент 6 энергоблока сделать несколько крутых кадров можно было все таки поискать выход на крышу подняться на нее это было бы вообще крышесносно но если честно мы немного высадились так как подумали что на громоотводе стоят камеры кстати мы до сих пор не знаем стоят они там или нет и заметили ли нас мы не хотели попадаться ведь если там стояли камеры и нас заметили то могли ждать просто у выхода с 5 энергоблока а нам еще предстоял путь в припять поэтому мы решили не задерживаться на первый раз нам и так хватило с головой все были под впечатлением все были довольны посещением 5 энергоблока а что это под войны что ты говоришь да давай вроде вышли надеюсь все будет нормально кстати что интересно мы сидели вот там вот пятом энергоблоки там фон 40 как в киеве при том что рядом буквально в километре четвертый энергоблок сейчас наша задача уйти подальше от пятого и в лесочке на траве отдохнуть часик потом вернуться к тому месту где мы оставили рюкзаки дальше буду смотреть есть еще здесь какая-то заброшенная ферма может быть наведаемся туда но главная задача выбраться когда стемнеет безопасность этого острова чтобы нас не поканули потому что здесь один выход по сути с острова через мост еще проблемка небольшая в том что мы планировали набрать воды в капачах но место оказалось высохшим и поэтому у нас эконом режим в плане воды не чая не попить и кофе а пить хочется капец ну шо ребята как впечатление гагарин монументально просто я для этого шел сюда бобер ты ты опытный сталкер сегодня шикарно как себя вместо атмосферники четко мы были по сути в зале в реакторе до правда 5 не запущенного блока но мы были в реакторном зале это куб доволен я всем доволен орел я доволен я доволен следующей серии я расскажу как мы шли с третьей очереди до припяти если быть точным то до нашей хаты которая находится недалеко от припяти и главное какому несправедливому испытанию под подверглись два человека из нашей группы когда мы уже пришли в дом если серия вам понравилась ставьте лайк пишите в комментариях как вам 5 энергоблок как вам вид с окошко если ждете следующей серии подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик тогда вы первыми получите уведомления выходе новой серии пока и под nazing ну у у у у Субтитры создавал DimaTorzok